Участник Великой Отечественной войны Борис Харитонович Канельский, оглядываясь на свою жизнь, вспоминает о времени своего взросления, которое выпало на годы всеобщей беды, когда фашисты вероломно напали на Советский Союз. Мой отец погиб на фронте при защите Кавказа. Он был сержантом, командиром минометного расчета. Старый коммунист, хотел дальше продолжить борьбу с немцами, но меня не отпускали. Вся страна встала на защиту своей родины. В тылу на заводах наравне со взрослыми трудились и подростки. На одном из авиационных предприятий работал и Борис Харитонович. У него была бронь, но молодой парень рвался на фронт. Ворошилова написал. Я добивался почти полгода. И потом меня все-таки отпустили, и я добровольно уехал в армию. И там попал в артиллерию. И так как образование более-менее, меня, значит, подучили на наводчика. И я стал наводчиком орудия. И с этим орудием прошел весь путь от Западной Украины и до Берлина. Борис Харитонович имеет много наград. Каждая ему дорога. Ведь за ней дни и ночи напряженных боев. Когда не знаешь, останешься ли жив. Первую награду я получил, значит, медаль за отвагу. Были бои за город Хьюстрин. Это ключ к Берлину называли. Это крепость такая. Вот она сильно была укреплена. Она дважды переходила из рук в руки. Были ожесточенные бои. Там мы вышли на прямую наводку. Мое орудие находилось на прямой наводке. И мы стреляли по целям, которые прямо видим. После войны Канельский трудился на Донецкой шахте. Став пенсионером, посвятил себя общественной работе. Он в первых рядах активных ветеранов Ленинского района. Участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи. И очень переживает за честь российского солдата. Почему она сейчас ненавидит страну, которая победила фашизм, освободила Европу? Пушкин, когда было 20-летие победы над Наполеоном в 1833 году, написал стихотворение в честь 20-летия победы. И там есть такие строки. Нашей кровью искупили Европе вольность, честь и мир. Вот он и сам ответил Пушкин на вопрос, почему она нас ненавидит. Потому что мы не прогнулись. Мы не встали на колени. В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Великой Победы в памяти ветерана, которому исполнилось 92 года, до сих пор как вспышка последние километры до взятия Берлина. Когда он со своими товарищами в составе артиллерийского полка расчищал путь 5-й ударной армии, где каждый шаг мог оказаться последним. В боях за Берлин погибло около 170 тысяч солдат и офицеров Российской Федерации. Борис Харитонович остался жив. Желаю, чтобы память о этой войне жила вечно. Потому что не может такое событие, которое потрясло весь мир, не может кануть в лето. Оно должно жить, передаваться из поколения в поколение. А наше поколение должно с этого делать выводы и любить свою родину. Если надо, защищать ее до последнего вздоха. При поддержке Совета ветеранов и администрации Ленинского района участник войны Канельский издал книгу воспоминаний. Так что младший сержант запаса не собирается сдавать своих позиций. Он по-прежнему в строю. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.